Руэль Даль Фантастический мистер лис Глава четвертая Ужасные лопаты А внизу в норе Миссис Фокс Заботливо зализывала обрубок Мужьего хвоста, чтобы остановить кровь Это был лучший хвост в округе Причитала она Больно Жался мистер Фокс Знаю, милый, но скоро тебе станет легче А скоро у тебя вырастет новый хвост, папа Спросил один лисенок Он уже никогда не вырастет Мрачно заметил отец Я останусь без хвоста до конца своей жизни Этой ночью Есть лисам было нечего И вскоре дети задремали Потом Заснула и миссис Фокс Но мистер Фокс не мог спать Из-за боли хвосте Что ж, думал он Мне еще повезло, что я остался жив Раз они обнаружили нашу нору Они не отстанут от нас Нужно срочно искать другую Нам не будет покоя, если... Что это? Он резко повернул голову и прислушался Он услышал самый страшный звук, который может услышать лисица Скрежет лопат, вонзающихся в землю Проснитесь, закричал он Нас выкапывают Миссис Фокс моментально открыла глаза и села Дрожа всем телом Ты уверен? Прошептала она Да, послушай Они убьют наших детей Заплакала миссис Фокс Никогда! Зайл мистер Фокс Обязательно убьют, милый Ты же сам это понимаешь Раздавалась над их головами Как они будут нас убивать, мамочка? Спросили лисята Их черные круглые глаза наполнились страхом А собаки будут? Миссис Фокс разрыдалась Она обхватила своих четырех лисят И крепко прижала к себе Внезапно Послышался громкий треск И потолок прорезала Острое лезвие лопаты От этого кошмарного зрелища Мистера Фокса словно током ударила Он подпрыгнул И закричал Придумал! Скорей! Нельзя терять ни минуты! Как же я раньше до этого не додумался! Да чего я не додумался, папа? Лисы копают быстрее человека Крикнул мистер Фокс Начиная рыть с земли Никто в мире не умеет копать быстрее лисицы Мистер Фокс яростно копал И земля со свистом вылетала из-под его передних лап Мисс Фокс бросилась ему на помощь И дети тоже Ройте вниз! Велел он Мы должны уйти глубоко под землю Как можно глубже! Родители и дети копали вместе Передние лапы мелькали так быстро, что их не было видно И постепенно скрежет лопат удалялся и становился глупше Примерно через час все остановились Они оглянулись и посмотрели на длинный туннель, который только что выкопали Наступила тишина Фух, выдохнул мистер Фокс Думаю, у нас получилось И ни за что так глубоко не докопаться Отличная работа, ребята Все сели тяжело дыша И миссис Фокс сказала детям Я хочу, чтобы вы знали Если бы не ваш отец, бы все были уже мертвы Ваш отец самый фантастический лис на свете Мистер Фокс посмотрел на жену и улыбнулся Он вдвойне обожал ее в те минуты Когда она говорила такие вещи